Необходимость актуализировать план по защите детей и подростков от разного рода посягательств назрела, так считают в администрации города-курорта. Если речь идет о безопасности несовершеннолетних, очень важна действенная профилактическая работа. Со временем в Анапе появится специальная программа. Заместитель главы города Людмила Мурашова пригласила преподавателей из вузов и техникумов принять участие в ее разработке. Программа все-таки это более действенный документ, не обязательно должен там создаваться для того, чтобы деньгами какими-то подкрепляться, хотя возможно в будущем это подобрека, чтобы там действительно были научные обоснования, поставлены четкие цели и задачи. С другой стороны, в мэрии намерены усилить контроль за тем, что происходит в стенах учебных заведений, за деятельностью штабов по воспитательной работе. Вопрос согласован с краем. Сегодня нам разрешили заходить абсолютно везде. Хочу сразу вас предупредить и вам сказать, мы заходим туда не с целью там, знаете, что-то найти, да, и сразу там писать, а с целью методической помощи. Статистика преступлений в подростковой среде, к сожалению, сохраняется на прежнем уровне. В этом году зарегистрировано 24 нарушения закона несовершеннолетними. Как сообщают полицейские, на текущую дату, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество административных правонарушений увеличилось примерно на 9%, до 145. А вот число протоколов, выписанных на родителей за неисполнение своих обязательств, выросло более чем в два раза, до 165. Полицейские говорят, что рост связан с усилением профилактики. Работа у нас активизирована каждый день, особенно в период панику. У нас также имеются приданные силы, которые закреплены не только за детскими израинцами, которые также за административными участками осуществляют свою работу. Рост прогнозируется, как я говорила ранее. Со слов Людмилы Мурашовой, статистика не враг, а инструмент, помогающий увидеть фронт работ. Ее нужно принять и работать над снижением показателей. Борьбу за умы юных анапчан помогают вести управление по делам молодежи, управление образованием, управление спорта. Активисты территориального местного самоуправления обходят семьи, где есть соответствующие риски. В этом году казаки создадут в школах 10 своих классов к уже открытым 31-му. Как отметила Людмила Мурашова, вопрос воспитания подрастающего поколения касается каждого.